Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! 18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. Избирательные участки района открыли свои двери, чтобы каждый гражданин смог внести свой вклад в будущее страны. Глава района Адам Джарим тоже пришел на избирательный участок, чтобы отдать свой голос и поздравить молодых избирателей, впервые принимающих участие в выборах. Дай Бог, чтобы в твоей жизни много еще было таких дней приятных. А самое главное, мы все вместе сегодня выбираем будущее России. Так что мира, добра и благополучия. Поздравляем! Всем совершеннолетним гражданам, которые голосуют впервые, вручили памятные подарки. После поздравления Адам Шахметович выразил благодарность всем жителям, принявшим участие в голосовании. В нашей стране очень важное политическое событие – выборы президента Российской Федерации. Я уверен, что народ России сделает правильный выбор на будущее нашей мирной России. Я уверен, что Россия будет еще сильнее, еще лучше, и народ российский всегда будет вместе, в дружной, как говорится, единой семье. Праздничная атмосфера и улыбки на лицах. В самый важный для страны день сотни людей разных возрастов приходили на избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию и принять участие в выборе будущего своей страны. Изменения уже надоело. Уже сейчас стабильность есть, так и пусть будет и дальше такая же стабильность. И для нас, пенсионеров, и для внуков. Я пришла сегодня отдать свой голос сознательно, потому что я хочу быть уверена в завтрашнем дне, я хочу быть уверена в человеке, который будет возглавлять нашу страну. Голосовать сегодня очень просто. Достаточно поставить отметку и опустить бюллетень в урну. Но за такой незамысловатой процедурой стоит ответственная работа огромного количества людей – сотрудников избирательных комиссий и наблюдателей. Обработка большого объема информации и постоянный поток избирателей – задача не из легких. Но благодаря слаженной работе избирательных комиссий голосование в районе прошло без происшествий. На нашем участке голосование идет активно, все спокойно, все хорошо. Три бригады у нас на выезде, мы уже 50% людей объехали, во второй половине дня продолжаем работать. Молодежи было очень много. Все подарки, которые нужно было подарить впервые голосующим, мы подарили. В 20.00 избирательные участки прекратили прием голосов, после чего передали документы в Краевую избирательную комиссию для подсчета. Любое государство начинается с людей, которые живут в нем. Так же, как патриотизм начинается с осознания своей причастности к судьбе страны, будущее которой мы выбираем вместе. Весна идет, весне дорогу. Под таким названием в Северском историко-краеведческом музее открылась традиционная выставка прикладного творчества. Здесь представлено все разнообразие декоративно-прикладного искусства, как известных мастеров, так и начинающих. Текстильные куклы, вязание, керамика, батик, роспись по дереву, декупаж. Есть и художественные картины. Все работы разделены по тематическим зонам. Морская тематика, животные в искусстве, текстильные куклы и многие другие. Есть и зона для фотосессий, где любой желающий может запечатлеть себя на память. Выставка, которую мы сегодня открыли, называется «Весна идет, весне дорогу». Проводится она уже девятый год. Пользуется огромнейшей популярностью. Прежде всего, у прикладниц. Они несут нам с огромным удовольствием свои работы. Ну и, конечно, у посетителей. Сегодня у нас полный отшлаг, за что мы очень признательны нашим посетителям. Ну, это определенная оценка и нашей работы, и оценка наших мастеров прикладного творчества. Северский историко-краеведческий музей имеет хорошую выставочную площадку. Поэтому неудивительно, что в мероприятиях, проводимых в его стенах, участвуют мастера из других районов. В этом году свои работы представил художник из Анапы. На открытии экспозиции присутствовали авторы произведений. Посетители могли пообщаться с мастерами и даже поучаствовать в мастер-классе по изготовлению керамической куклы. Марина Боброва занимается этим видом декоративно-прикладного искусства уже несколько лет. Это называется керамическая кукла. Я делала на каркасе по старым, ну, короче, как раньше старинные куклы делали, да, то есть вот головка, ручки, ножки, все керамика, тело из ткани. Это старая такая техника, раньше такие куклы были старинные. Вот я, основываясь на этой технике, сделала ту же первую свою куклу, мне понравилось. Марина Боброва не только изготавливает куклы, но и сама придумывает и шьет для них одежду. На одно изделие уходит примерно месяц. Работы мастера вдохновляет и других. Так появились желающие научиться делать эти керамические произведения. И сейчас Марина Александровна подумывает о том, чтобы попробовать себя в преподавательской деятельности. Всего в этом году представлены произведения 50 авторов. Планируется, что экспозиция будет работать месяц. В выставке «Весна идет, весне дорогу» в Северском районе существует уже 9 лет. И за это время открыто более 100 имен талантливых мастеров декоративно-прикладного творчества. В спортивном клубе «Пересвет» поселка Ильский прошел турнир Северского района по рукопашному бою. Спортивный клуб «Пересвет» проводит ежегодно турниры по рукопашному бою. Они стали уже у нас хорошей, здравой традицией. Но этот турнир у нас особенный. У нас есть спортсмен Георгий Лемешко, который сейчас восстанавливается после болезни. Все средства, которые мы собрали в этом турнире, от взносов, либо от спонсоров, мы все передадим вечером семье для его скорейшего выздоровления. Занимайтесь спортом, любите Россию. Соревнования проходили в разных возрастных категориях и собрали немалое количество участников и гостей. Результатом таких турниров и будущих соревнований является не победа, не медаль, а постоянная готовность быть героем не на час, а на всю жизнь. Быть героем не только на ринге, но и в своей семье, со своими друзьями и одноклассниками. Быть теми, кто постоянно готов защитить и поддержать. Настоятель Свято-Никольского храма, отец Кирилл, благословил спортсменов на честный бой и победу. Если тело человека здорово, то и дух в нем тоже будет здоровым. Вам предстоит стать мужчинами, вам нужно закалять и свое тело, и свой дух. Я желаю вам здоровья, я желаю, чтобы не было никаких травм и таких прискорбных ситуаций, таких соревнований. И чтобы вы показали себя в своей способности на высоком уровне. Поддержать ребят пришел и ветеран боевых действий, капитан в отставке подразделения ОМОН Анатолий Костюченко. Ребятки, не ищите мотивацию заниматься спортом. Ведите себя, это как в привычку. Родители, будьте мотиваторами и своим собственным примером детям прививайте только лучшее и только занимание спортом. Делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас. Ребята спортивного клуба «Пересвет» учатся вырабатывать и волю к победе, и волю к тому, чтобы всю жизнь нести в себе запал мужественности. Передавать следующему поколению готовность помогать тем, кто нуждается в помощи. Стоп! Физическая культура и спорт всегда были и остаются важной силой укрепления дружбы и сотрудничества. Они призваны способствовать развитию молодежного движения, единению и сплочению. Во все времена умные, здоровые, всесторонне подготовленные и развитые люди являлись опорой двигателям общества. В спортивном комплексе поселка Афибский состоялось открытое первенство Северского района по прыжкам на батуте. В нем приняло участие 196 спортсменов в возрасте от 12 лет и моложе. Кроме хозяев соревнований, в них участвовали спортсмены городов Краснодара, Кропоткина, Тимошевска и Станица Брюховецкой. На торжественном открытии участников приветствовала олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева и начальник районного управления по физической культуре и спорту Сергей Клименко. Я очень рада, что я сегодня здесь и сегодня на открытии этих соревнований по прыжкам на батуте. На самом деле Северский район, как всегда, показывает самый высокий уровень и в организации соревнований, но и также мы можем сказать, что спортсмены Северского района занимают лидирующие позиции в Северском крае. Дорогие юные мои друзья, спортсмены, если спорт вошел в вашу жизнь, если спорт в вашем сердце, пусть он останется с вами навсегда. Занимайтесь спортом, занимайтесь физической культурой. Обычно по фигуре спортсмена видно, каким видом спорта он занимается. Дети, занимающиеся прыжками на батуте, развиваются гармонично. Будущие чемпионы много бегают, стоят у хореографического станка, выполняют специальные упражнения и упражнения из общей физической подготовки. Это высококоординационный вид спорта, включающий и элементы в безопорном положении, и высоту прыжка, и технику выполнения упражнений. Это все входит в артистизм, как и во всех гимнастических видах спорта. Соревнования различного уровня дают толчок, подготовку, как бы репетицию перед более крупными стартами. Несомненные прыжки на батуте – не только очень красивый вид спорта, но и своеобразный трамплин к здоровью будущего поколения. Краевой этап соревнований по регби-15 прошел на стадионе «Юность» в поселке Ильский. На поле встретились юношеские команды из Северского и Крымского районов 2002-2003 годов рождения. Наши ребята показали отличную игру и выиграли крымчан со счетом 49-19. Следующий этап краевого первенства пройдет осенью. Команда Северского района уже не первый раз становится участником краевых полуфиналов. В 2017 году наши спортсмены заняли третье место в краевом первенстве. Сейчас у сборной района достаточно большой опыт и неплохой потенциал. Шестеро ребят из команды в ближайшее время отправятся на просмотр в сборную Краснодарского края. Регби достаточно жесткий и контактный вид спорта, однако агрессивная борьба и соперничество присутствовали исключительно на поле. Продолжение следует...